всем привет сегодня у меня немного посылочек для вас маникюрных они пришли уже давно но так как сейчас очень мало посылок идет я решила все-таки сделать маленькое видео небольшой обзорчик и показать возможно кому-то это сейчас понадобится поэтому зачем тянуть давайте начнем с самой крупный это у меня как видите я еще не открывала жидкость для удаления лака для снятия лака но я взяла для пластин стемпинг вытирать стемпинг убирать так здесь у нас объем 130 миллилитров фирма вот такая да его флорум наверное если правильно назвать для снятия всех видов гель-лака то есть не просто обычного гель-лака она должна быть такое наверное более с ацетоном ацетона содержащие я до этого пользовалась другим атлон стен жидкостью но решила попробовать еще и так у я такой человек если даже мне что-то очень понравилось я все равно на этом не останавливаюсь а что-то пробую другое возможно это другое окажется еще лучше так витамин с витамином е даже написано экспресс-формула из шеи с миндальным маслом вот насчет этого я не посмотрела не знаю не будет ли стемпинг плохо перепечататься потом с пластины ну хотя вряд ли я думаю да больше тут для ногтей так расписано вы знаете как он приятно пахнет но мы попозже протестируем попробуем убрать лак с пластин и посмотрим как он удаляет и все но я думаю вряд ли вот это вот миндальное масло как написано но чем-то может повлиять на отпечатываемость рисунков но пахнет очень приятно кстати состав давайте посмотрим ну ацетон есть составе из-за бутила алкоголь бутила цитат что-то там еще короче но масло видимо и так далее ну ацетон если есть то должно хорошо оттирать следующая покупочка это шлифовщики полировщики я знаете вот сколько лет работаю я как-то их особо не применяла но недавно открыла для себя это действие назовем так и мне очень понравилось действительно если очень тяжелый случай рука такая сухая как бы ты ни старался шлифовать обычным фрезой шаром там либо пламенем все равно кожа грубая кожа такая выглядит не очень приятного вида для фото особенно ну для человека как бы в жизни это ничего страшного когда фотографируешь свои работы хочется чтобы они выглядели конечно же идеально так почему такой плохой фокус и есть у нас вложение вот такое blue mental или как-то называется посмотрите как она классного упаковано в таких специальных ячейках можно здесь и держать допустим достаешь новенькую пользуешься новые остальные лежат пока так ну на первый взгляд они очень даже хорошие не знаю как они будут в работе хорошо что есть такой носик остренький то есть вот возле кутикулы вот в этих не в этих местах очень удобно будет прорабатывать кожу шлифовать чтобы она прям блестела действительно был такой хороший как сказать фото инстаграмм на и как говорят сейчас так ну все тогда будем пробовать если что я буду в комментариях писать и отвечать следующий набор здесь у меня набор кистей цена была такая приятная за этот набор по моему 270 рублей обязательно ссылки буду оставлять я даже еще его не открывала вот так выглядит упаковочка здесь 4 кисти давайте вскроем вместе с вами ну вроде как отзывы очень на них хорошие в группе своих телеграмм я кидала ссылки на них и кто-то с девочек похвалил говорят что кисти достойные действительно что можно брать и не волноваться что ведет что-то плохое никаких наименований на них нету цифр или чего-то там описание будем тоже пробовать тестировать значит это кисть градиент либо амбре сейчас она в транспортировочном клее ну на вид знаете кисть хорошая обязательно попробуем сделать с ней градиент раз сегодня мало у нас покупок значит будем тестировать все ну вот эти конечно кисти не буду тестировать пока не буду открывать я думаю это кисть язычок очень хорошо будет для выкладки геля буду ей пользоваться обязательно здесь у нас круглая кисть она очень хорошо подойдет для акварели то есть вот такой здесь что-то носик такой остренький будет тоже сейчас в транспортировочном клее можно так выбить аккуратненько и какие-то дизайны рисовать не обязательно акварель также и гель-лаком можно рисовать какие-то дизайны очень и очень и для этого удобная кисть возможно она немного широковато можно конечно попробуйте и выстричь но я этого делать не буду у меня пока есть для акварели кисточка поэтому не будем уже мучить и вот такая тоненькая кисть для вензелей либо для тонких линий посмотрите она очень тонкая данный момент немножко распушилась но тем не менее очень тоненькая аккуратненькая мне нравится качество они деревянные ручки у них и красивый такой рисунок идет что ж такое сегодня с фокусом то плохо фокусируется так и вот цоколь металлический классно короче будем пробовать я надеюсь что кисточки очень хорошего качества так и последняя посылочка видите сегодня очень мало но она очень крутая давно я мечтала о таком наборе это набор кисточек от юлии белей тонкий завиток я думаю многие слышали уже об этом наборе и многие мечтали о нем так же как и я думаю ну что же я столько лет работы у меня все кисточки с алиэкспресс самые обычные самые такие даже стыдно показывать вот простые вот видите вот типа таких они ничем как бы ничем не отличаются может быть от таких кистей синтетика обычная все как бы ничего такого работы ими сколько лет и и вензеля и все рисую тонкие линии и тот же френч думаю ну почему бы мне не разориться не купить себе хорошие кисти давайте смотреть на них давайте откроем потому что я еще не открывала даже уже недели две наверно они у меня лежат представляете какая у меня выдержка я их еще даже не открывала хотя можно было я вижу что здесь в принципе можно было я думала если я ее открою сейчас загляну не уже будет видно что нарушена целостность упаковки и уже будет понятно что ее кто-то открывал так а зачем я двигаю эту бумажку не знаете ну хотя без нее их достать проблематично ай хоть потрогать крутые кисточки вот серьезно сколько это никогда не могу себе позволить купить крутые кисти хорошие значит одна кисть у нас десяточка но номер 10 0 от юлии белей вензель называется а другая 50 страйпер колпачки защитные на каждой такие они вот здесь очень-очень тоненькие в отличие от предыдущей смотрите какая она толстая допустим у нее цоколь какой да вот здесь а здесь какой он тоненький и между прочим держать в руке очень удобно эту кисточку и будет я думаю удобно рисовать и настолько тонкая тонкий ворс вот точно прям для вензелей не знаю транспортировочном клее сейчас но мы попробуем что-нибудь порисуем с вами такие остренькие краешки здесь кисти так и 2 кисточка у здесь уже идет длиннее ну страйпер это обычно кисти которые идут для вензелей для тонких линий для геометрии то есть какие-то проводить вот линии поставил кисти ведешь и она можно сказать за тебя все делает всю работу ну давайте теперь попробуем потестировать и посмотреть как они в качестве в деле подготовила и кисти к работе то есть просто вытерла обезжиривателем салфеточкой чтобы убрать остатки транспортировочного клея мы попробуем вот эти здесь сразу заметно насколько тонкие вот эти две кисточки от юлии белей и вот это с набора которая показывала перед этим но она тоже тоненькая тоже тоненькая она чуть поменьше тоже пригодится в каких-то дизайнах то есть тонкие линии возможно этой только буду делать а вот это и вот хорошо будет рисовать либо френч либо какие-то такие знаете линии которые не нужно вот нам примут тонкую длинную вести линию так здесь немножко распушила и кисть для градиента проверим я недавно заказывала кисть для градиента от рублев но знаете пока не могу сказать что прям вот вау эффект а вдруг вот эта кисть окажется лучше она упругая то есть вот видите да что она прям отпружинивает но не знаю на видео конечно это не видно давайте пробовать как говорится соловья баснями не кормят сначала хочу попробовать кисть для градиента у меня тут белый типсик остался после тестирования мы сделаем вот первый какой мне тут попался под руку гель-лак вот такого цвета я надеюсь он подойдет для градиента конечно желательно брать более плотные оттенки и не жидкие но и знаете вот такой средней консистенции чтоб и не слишком густые и не жидкие ну вот я думаю должен подойти если даже не подойдет нам главное кисть проверить нам не надо тут слишком какой-то тут ляков закрутила еще есть порох в пороховницах закручу что потом нет кручу так вот тоненький слой делаем нижней то есть верхняя нас немножечко с напуском должен быть даже чуть-чуть еще и добавлю а то мало как-то его и давайте пробовать новую кисть для градиента надеюсь у меня получится ей здесь знаете такие кончики длинные у нее в отличие вот от рублев которые недавно заказывала мне почему-то вот кажется что да 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 этой кистью будет намного намного проще делать градиент лишнюю краску мы из кисточки вот мне неудобно конечно не поставишь не положишь распушиваем чтоб все волосочки эти были не скомканы а именно раз в распушенном таком торчащем состоянии вы знаете кисть просто просто замечательная я не скажу что я спец по градиенту я его а так недолюбливаю мягко скажем но вот именно этой кистью мне нравится размытие больше я сейчас для сравнения покажу то который мне от рублев если ей быстро конечно найду ставить вас на паузу нет подождите парочку секунд на зло ты не спряталась нашла просто не в том отделе искал смотрите она вот эта кисть от рублев такая она намного тоньше то есть уже ее площадь и волосочки у нее более плотные то есть можно даже пробовать где-то в градиенте совмещать начинать с этой кисточки а заканчивать вот этой то есть вот эти волоски мне понравились больше как они делают вот это размытие но не знаю с первого раза пока непонятно но по моему по общим впечатлениям не как-то вот запала больше эта кисть поэтому обязательно ссылочку на набор оставлю но не будем и больше тянуть тут первый слой для первого слоя считаю и так нормально а второй слой уже будет получше все оставляем прослушиваем не буду больше ничего здесь делать чтобы времени тянуть кстати по упругости они тоже одинаковые вот я допустим провожу этой кисточкой вот но по пальцу я ощущаю по ощущениям по ощущениям короче ощущаю и это но здесь немножко вот благодаря вот этим кончиком они не будут оставлять бороздок как вот эта кисть она все равно когда провожу делают этот вот градиентик все равно у меня такое впечатление что остаются бороздки то есть мягкости не хватает а здесь как раз вот благодаря вот этим кончиком которые на самом самом конце реденькие вот эти они придают вот эту самую мягкость которая плавно растушевывает этот градиент но я думаю объяснила понятно просушила я градиент сейчас перекрою топом и мы будем рисовать пробовать тонкими кистями от юлии белей пока сушится типс краску я взяла от артекс у меня вот такая белая не скажу что она супер вау краска потому что даже с того же алиэкспресс мне как-то нравились больше по качеству но время всему подходит как бы надо пробовать разное поэтому так ну вот я оставлю немножко здесь краски чтобы мы в банку не лезли потому что нам надо погрузить кисточку в красочку и вот такими прокручивающими движениями мы как бы ее должны немножко заполнить чтоб она пропиталась но не до серединки приблизительно не надо много и теперь достаем типа градиент наш ну я понимаю что это ни хрена не градиент но я попыталась сделать размытие с первого раза мне очень понравилось и теперь макаем кончиком чтобы у нас капелька небольшая была и вот кисть которая называется вензель попробуем что-то изобразить типа вензелей ну что я могу сказать с первого раза в девчонки рукожопая немножко ну ничего бывает у меня пока наверное просто от впечатления руки немножко не это не слушаются под подряхивает их слегка но кисточка мягенькая знаете вот вензеля так но на белом фоне конечно будет плохо видно она очень мягкая и податливая вот когда я только начинала пробовать эти вензеля ну тут конечно не совсем у меня похоже на вензеля ну по крайней мере я пытаюсь и когда я только пробовала я помню что у меня была кисть тоже с алиэкспресс колпачком и вот именно она кстати она мне помню тут где-то и стоит и именно ей получалось вот это вот вот именно вот эту упругость мягкость и податливость то есть когда ведешь вензель она сама вот знаете вот сама выворачивает и так так мне нравилось а потом я как-то стала уже их во первых их редко рисую окну здесь что-то я не не в ту сторону повела но тут главное знаете проверить качество качество конечно я знаю что отличная но мне же надо убедиться в этом самой до вензелей тут далеко давайте сотрем еще раз попробуем так 2 попыточка тоже я просто возможно много краски взяла пропитала когда мы набираем краску обязательно прокручиваете чтобы она прям вот как иголочкой сделалась видно нет и потом маленькую такую капельку красочки набираем и пробуем сейчас попробую я в другую сторону вести они легче перевернуть не знаете что-то мои ручки уже отвыкли наверно от этих всяких тоненьких штук художеств я что-то к стемпингу последнее время приловчилась там ничего не надо рисовать вести вот эти тонкие линии там пластина сама за себя все делает но очень нравится нравится мне она какая она послушная податливая главное быть не рукожопом как я а вот именно кто умеет ну или знаете девчонки кто учится только вензелям конечно лучше взять хорошую кисть чтобы у вас сразу все пошло все пошло и поехала по накатанный мне нравится мне нравится то что она очень мягкая податливая то есть я ставлю мне не нравится то что у меня вот пока дрожит рука я не знаю возможно это уже что-то наверное возраст приходит такой либо я просто переволновалась ну немножко у меня зашкаливают конечно эмоции надо потренироваться посидеть ну мне очень нравится ей работать остановите меня пожалуйста жалко что на белом фоне тут особо еще конечно зависит от красочки красочка это у меня густая но я слишком увлеклась время ваша трачу драгоценная сейчас уже вот тут доделаем хвостик какой-нибудь вензеля такая штука там куда хочешь крути верти и всегда как бы получается более менее красиво здесь мы так сделаем хвостик пойдет я думаю суть понятно что кисточка очень интересная все сейчас я вот это сотру и мы попробуем другие две кисти теперь хочу попробовать вторую кисть которая называется страйпер 5 номер 5 и 0 тоже и и теперь чтобы сделать тонкую линию мы должны точно также пропитать кисточку желательно почти до цоколя но чуть больше половиночки вот так вот и и прокручивающими движениями проводим и теперь ставим давайте допустим по серединке проведем линию тонкую ставим и просто ее видео 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 и она сама как видите рисует без меня я ее просто держу идет она сама и опять также рядышком ставим и ведем замечательно можно поперек конечно надо было мне взять не градиент вот этот на котором ни хрена ничего не видно до взять какой-нибудь тип с который у нас имеет полностью покрытие цветом просто вот такие по наделаю полоски я думаю тут и так все ясно кисть замечательно она тоненько она податливая тоже так немножко не податливая не слушается и у классно получается делать тонкие линии как видите даже дрожащей рукой получается ровно и прекрасно вот так догадалась взять тип с который полностью покрыт краской и еще же у нас одна испытуемая из набора давайте попробуем ею сделать тоже какие-то либо тонкие линии либо френч здесь у меня просто уже краски мало у краска такая знаете густоватая тоже я и вот прокручивающими движениями заполняю и рисуем типа френч нет краски мало сейчас добавлю кстати делаю небольшой замес вообще френч я всегда стараюсь делать замес гель краска с гель лаком с белым с плотным и гель лак брать больше пропорцию в этот раз я конечно чуть-чуть взяла нам главной линию провести потому что гель краски идут обычно без липкости белый и если вы будете покрывать только ею может у вас отколоться этот френч то есть топ от него отколоться либо она отколоться от самого ноготочка процессе носки бывает всякое так но кисть все-таки потолще это поэтому тут я не знаю тонкие линии тоже можно и проводить я думаю неплохо ну что то мне тут куда-то не в ту сторону рука дрогнулась ширину задаем и опа вот это у меня кисть будет больше всего на для френчи всяких потому что она тоже кстати мягенькая и тоже такая же упругая как и те кисточки но единственное она немного потолще если будет желание я возможно ее выстригу ну скорее всего оставлю так и теперь вот эту просто часть заполняем белой краской гель лаком я не договорила значит краска у нас имеет липкость вернее не имеет липкости а гель лак имеет липкость и если вы и тем более гель лак он более жиденький и им приятнее заполнять вот эту пустоту ну то есть сам френч зарисовать видите густоватая и мы добавляем просто гель лак кто-то просто делает одним гель лаком френч но я стараюсь смешивать немного с краской чтобы был более густенький повторюсь же не не одной гель краской рисую именно в сочетании с гель лаком и гель лака стараюсь брать большую часть потому что он более жидкий во первых во вторых он заполняет хорошо когда в жидким же как бы распределяется там и получается вот этих бугорков не не будет таких как от гель краски так здесь уже вымывалась во вторых он при высыхании он имеет липкость и соответственно будет лучше держаться покрытие короче накосячила уже тут пока болтала сразу такая тишина переворачиваем и можно вот где видите что не совсем ровно здесь у меня кисть уже толстая напиталась уже этими красками всеми просто подправляете уже и можно сказать френч готов может быть он не совсем красивый получился ну знаете на камеру не совсем удобно это все делать а тем более когда сидишь и болтаешь когда понимаешь что тебя там за кадром смотрят люди вот да вроде бы одна сама снимаю сижу как бы в дома дома перед телефоном но с другой стороны вот у я уже осознательно вот на подсознании уже понимаешь что меня кто-то возможно там слышит уже в данный момент то есть как будто я уже снимаю прям для вас и от этого какое-то волнение все равно происходит ну типа френч скажем так перекрою сейчас топом высушу готова перекрыла топом и все неровности топ собой закрыл я думаю с кисточками все понятно давайте теперь протестируем а вот эту жидкость сейчас какой-нибудь пластину выможу специально лаком для стемпинга и будем с вами пробовать оттирать вот специально посмотрите для вас испортил пластину то есть мне здесь три вида лака для стемпинга от свенки а нет киднейл николь дайри старый лачок и от бан пройти чтобы понять что они все разные бывают какие-то хорошо оттираются какие-то не очень ну и берем наше новое средство помпы здесь нету ну я перелью опять же в пузырек и вас наливаю и вытираю ну что замечательно как видите сразу сейчас все пальцы конечно у меня будут в краске так свеженькую берем просто краски много классно оттирает по крайней мере не хуже чем от лун стен я думаю и запаха этого ядреного ацетонового вообще не чувствую здесь какой-то идет не знаю отдушка какая-то приятный запах такой вы видите все прекрасно оттерлась просто краски было много и сама салфетка пропитывается получается много краски и мы ее опять же растираем вот так вроде бы все замечательно ну и давайте уже чтобы уже наверняка все дотереть вот видите как сразу все белеет рисунок становится чистый ну что мне понравилось вот на пальчики пожалуйста оттерла все пластина как новая даже знаете чем пахнет дыней сейчас принюхалась пахнет дыней и что еще самое немаловажное я хотела проверить будет ли после вот этой краски отпечатываться рисунки то есть там масло какое-то нанесено а мы сейчас просто попробуем вот на вот этот типс здесь у нас никакой липкости абсолютно нету потому что топом перекрыла и сейчас какой у нас тут был рисунок вот этот по моему или вот этот вот даже уже и правда и не видно какой был вот этот наверное я делала отпечаток то есть краска на нем было ну хотя терли там и все получается этой жидкостью поэтому везде это масло если она там есть она везде в каждой ячейке все равно осталось просто хочу убедиться что если в составе есть в жидкости какое-то масло вообще не рекомендуется с маслом применять эти оттирать пластины но все-таки вот эту я решила взять и она может помешать отпечатывание но мы надеемся что все у нас как бы на пластину прекрасно все взялось как видите даже такой объемный какой-то получился эффект и сейчас мы это все постараемся перенести ну все нормально нормально перепечаталась на пластину вернее на типс как видите снежинки все сохранили тонкие линии никуда не убежали так что хоть с маслом хоть с колбасой жидкость замечательная все на этом я заканчиваю свой обзор я надеюсь вам понравилось если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу в телеграм мы там общаемся болтаем делимся ссылками всего вам хорошего и до новых встреч